Что бы я хотела сказать? Сейчас я подумаю, мне нужна... Мне нужна минутка, я пытаюсь сформулировать. Все? Я бы, наверное, хотела увидеть 9 марта очень активных, открытых, смелых женщин. И... Может быть, даже где-то провоцирующих. Я бы хотела, чтобы женщины 9 марта проснулись более свободными по ощущению себя. Свободными от установок, от стереотипов, от страхов, от неуверенности, от определенных зависимостей. От чьей-то оценки или, не знаю, от каких-то сказочных сюжетов, на которых они взрослели и росли. В том мире, который мы хотим построить, девочек в детстве не подвергают колечащим операциям. Когда они подрастают, то им не говорят, нет, это не твое, они отодвигают их мечты в сторону. И не говорят, нельзя, ты девочка. Потом их не убивают из-за ложно понятых в соображении чести. И честь семьи ведят не в наказании, а в защите. Это мир, в котором нет принудительного труда. Когда людей не используют на заводах, стройках, в сельском и домашнем хозяйстве. Когда производители одежды, спортивных товаров, продуктов питания, техники не используют рабский и детский труд. Когда наиболее уязвимых людей не вовлекают в ситуации попрошайничества. Это такой мир, в котором секс не является правом, которое должно обеспечиваться за счет использования других людей. Наша мечта – мир, в котором каждая женщина, каждая мама, вне зависимости от цвета кожи и от страны происхождения, может воспитывать своего ребенка, не опасаясь за завтрашний день. В котором каждая женщина, которая вынуждена бежать от войны или насилия, может обрести и получить защиту и безопасность без необходимости ежедневно отстаивать и доказывать свое право на существование в принимающей стране. Мы работаем для того, чтобы люди, покинувшие свои дома в поисках безопасности, убежища и просто лучшей жизни, могли иметь равные шансы с остальными людьми, кого эта участь миновала. Для меня самое важное в моей работе, наверное, это больше, чем работа, это сделать так, чтобы любая женщина, живущая с ВИЧ, имела доступ и право на здоровье, не в зависимости от ее социального статуса, вероисповедания или сексуальной ориентации. Для меня принципиально важно, чтобы она имела право на уважение. Это был бы мир, в котором человек, совершающий переход, не наталкивался на агрессию, непонимание и стигматизацию со стороны окружающих. Мир, в котором человек через какое-то время после перехода перестает позиционироваться как трансгендер. Он становится, если он родился женщиной, то он просто становится мужчиной и просто живет обычную жизнь дальше как мужчина. Мир, в котором людям не важно, что ты в прошлом был, мир, в котором не важно, что ты сменил пол, в котором ты в первую очередь просто человек. Я думаю, что когда женщины немножко освоятся и поймут, какие они, увидят, какие они на самом деле, а мы это знаем, разговаривая с ними без посторонних и не на камеру, то они просто восхитятся собой. Они будут ходить год где-то друг другом, любоваться друг другом и собой, а потом засучат рукава и сделают все то, в чем они себе отказывали до этого. В том числе и выстроят новую жизнь для себя, но и для своих дочерей тоже. Я желаю гордиться тем, что вы женщины. Это порой непросто, но очень классно быть женщиной. Я мечтаю жить в будущем лет так через 5-6, это такое недалекое будущее, где не будет гендерного неравенства. Где не будут унижаться права людей, которые самоопределяются. А самоопределяться может каждый человек как угодно, потому что это личность. Для этого я считаю, что самое главное, что надо сделать, это взаимопомогать, а не взаиморугаться. Две кошмарные адские вещи, которые делает наше общество. Оно ругает между собой женщин, заставляет их бороться за мужчин, непонятно для чего. Если бы женщины встали плечом друг к другу, взялись за руки, я имею в виду морально, а не физически. И выступали бы за какую-то одну главную потрясающую мысль, то не было бы силы равной, чем наша общая сила. Вот во что я верю. Вообще 8 марта — это праздник солидарности, мне кажется. И я бы хотела, чтобы женщины, женщины в России, феминистки, чтобы солидарность — это было то, из чего происходят какие-то действия. Потому что очень часто активистский опыт разобщает. А мне бы хотелось, чтобы женщины объединялись, чтобы женщины принимали друг друга, принимали во всем своем разнообразии. В разнообразии своего возраста, своего опыта, своих отношений. И чтобы слово «женщина» не феминистка не разъединяло, а объединяло даже не только всех женщин, но и всех людей.